Мы купили 4 пенала, 7 ручек и целую стопку тетради. Да, если начал закупаться на Яндекс.Маркете с кэшбэком от Альфа-Банка, остановиться сложно. 10% кэшбэка для всех на Яндекс.Маркете. А если карты нет, закажите бесплатную Альфа-карту в августе и получаете 20% кэшбэка целый месяц. Всем привет! Начинаем новый влог. Всем добро пожаловать в новый влог. Мы с Евой поедем сейчас в магазин, мне нужно все его закупить. Надеюсь, что все. Я список даже не написала нормально. День рождения, у нее день рождения будет 17-го. 16-го августа день рождения, 17-го будет она отмечать. Я не знаю, подумаю, еще 2 торта я буду делать или нет. Погода у нас замечательная, 23. С утра было 8 градусов, представляете? А сейчас уже днем 23, но он в пятницу уже обещает тепло. Мы поедем в Лидл, папа пришел с работы, будет сейчас с Мишей сидеть и сделаем небольшую закупку. Покажу потом, что купили. Да. Так, обзор, что купили. Мишка, покажись. Бандитина, кушать хочет, да? Так, что я купила? Я ездила вообще за сливками. Ну, что купила? Я взяла яйца. Ну, для торта нужно взяла сливки. Мишка любит такие сливки. И я тоже люблю больше такие, чем красные. Овсянка мне нравится вот эта. Так, сахарная пудра на торт. Сахарный песок домой. Маслица. Это я там макароны в рис кладу, когда готовлю в кашу. Так, это Ева такой пудинг любит. Ну, десерт, вернее, десерт. Так, это масло на хлеб. Макарошки. Сыр сразу потертый. Рис. Молоко такое простое. Это для кофе. Правда, кофе еще не пришло, но думаю, скоро придет. Потом творог. Это я буду в послойку между тортиками. Ну, между коржами на торт ставить. И класть. Этот, я не знаю, подумаю. Не было в Филадельфии. В общем, я не знаю, что такое. Надо пойти в другой магазин, поискать Филадельфию. Это сливочный сыр. Колбаса вареная. Карина мне такую ест. Сливки. Мясо такое. Это свинина и курица. И на десерт. Так, дела. В морозилку кину. Так, иногда хочется погрызть. Ну, из морозилки мне нравится погрызть. А, еще картошка была где-то. Не знаю, где. Ну, и картошка. В общем, все вышло на 63 евро, по-моему, где-то так. Вожу свой обед. У меня здесь что, яйца, да? Это я крышечкой прикрыла, чтобы там они чуть-чуть у меня дошли. Паста. Просто макарончики сварила с маслицем. И много-много сделала салат из огурца. Это огурцы я привезла из Латвии. Домашние. Огурец. Укропчик. Сметанки чуть-чуть. Чуть-чуть маслица. Сольки чуть-чуть. А, и чеснок сюда натерла. И, собственно, это мой обед. Ну, я ничего не готовила. У меня ничего нет, в принципе. И еще будет у меня чай с ромашкой. Но это потом. Кофе заказала. Жду, когда приедет кофе. Забыли мы заказать кофе. Теперь страдаю я. Ну, может быть, это и к лучшему. Можно, но не писает в ванну. С Евой вместе с Межей попросилась купаться. Играет-то с ним. Так хорошо получается играть у них. А Мишка водичку пьет. Да, но им ничего страшного. Сегодня у нас на завтрак каша манная. Да, Ева? Да. Вкусно? Да. С изюмчиком у Евы. А Миша тоже каша манная. Я думаю, что буду. Ты еще каши варить. Но ему с маленькой. Не знаю. Когда у бабушки были, он кушал. Надеюсь, сейчас тоже будет кушать. У меня там сахара, не знаю, совсем сахара нет. Но его изюмчик вместо сахара. Там чайная ложка сахара есть, но маслица очень много. На молоке и чуть-чуть на воде. Кстати, даю еду ему из стеклянной посуды. Вот этот набор, что я купила посуды, мне абсолютно не нравится давать Миши еду. Потому что, когда кладешь горячее вот в эту посуду, да, силиконовую, она, еда, как будто бы вкус вот этой посуды приобретает. Хотя набор был не дешевый. 30 с чем-то евро я покупала. Я так пожалела. Вот повелась, да, там других блогеров смотрела, типа все покупают вот силиконовую посуду. Да ну нафиг, вот на стеклянную или либо деревянную, наверное. Не знаю, но деревянная, говорят, треская, зафиг знает. В общем, самая вкусная еда в стеклянной посуде. А вот этого силиконовая, не знаю, посмотрю потом. Может быть только холодная в ней что-то давать. А потом, когда будет самый прикольный, чтобы еда была холодная. А горячая, сразу же вкус такой прям, не знаю, вкус этого силикона. Невкусно, неприятно. Хотя можно, типа, тут мы еще и разогревать микроволновки туда-сюда. Но мне не понравилось. У меня здесь завтрак. Я там смотрю. Видео. И кто-то вот ко мне пришел, а? Да, и я. Он уже вот так вот встает на ту и потом ручками сюда встает. Сейчас, видите, испугался. А я единорожка. Я гу-гу-гу. А ты единорожка, иди кушай давай, гу-гу. Мам. Давай. Очень манная каша. Ты сказал, что ее любишь. Мам. На маму. А тут как будто бы спать хочет, да? Мишка, кстати, перешел на два сна. Мишка посадила на стульчик. Черничку ему даю, да, Миша? Еще не съел? Съел? Нет, еще не съел. Уже две ягодки съел, да? Вот вылезает прям. И Миша опасно. Вот надо вставать ему. Посмотри, что делает. Опасно? Ну-ка сядь на попу. Все, мам сейчас тебя пристегнет. Сядь. Сядь. Папа пришел с работы, он уже ползет к папе. Услышал, он такой сразу. Э, э. Ой, радостика. Такой на ручки бросится. Сладкий. Ай, довольный, да? А я во что, папа не встречает? Что ты мне тут даешь жопку эту? Покакал. Покакал? Ой, точно покакал. Нет, я не чувствовала. У меня чеснок в носу. Ты покакал? Папа так держит? Да, на расстоянии. Пришли две посылочки. Сейчас будет распаковочка. Ну, по этой понятно, да, что там уже. Так, здесь у меня капсулы. Я всегда заказываю этот набор. Я уже рассказывала про него. Очень выгодно на нашу кофемашину. Мне хватает, вот, если я одна пью, то мне будет хватать, наверное, на, не знаю, на сколько, на три раза, да? Здесь очень много различных видов. По-моему, они все разные, и не повторяются. Мне нравится это кофе. В общем, здесь 150 капсул вместе с доставкой стоит 37 евро. Доставка там, по-моему, 3 евро. 35 евро, 150 капсул вообще идеально. Всегда их заказываем, всегда. В общем, люблю. Посылка номер 2. В общем, это у меня протеинчик опять. Ну, что баночка у меня заканчивается, что я неплохо пила. Сейчас все, хочу пить. Заказываю только вот этот, потому что его рекомендуют сами эти фитнес-тренеры. И состав у него хороший. Здесь у меня, в общем, банан со вкусом банана. Я бы заказала просто классик, но почему-то нет классик, ну, без всякого вкуса. Только такой. Я люблю выпечку добавлять, и каждый вечер я пью, или днем, в общем, вместо перекуса, вместо сладенького. В общем, такую банку заказала. И там еще, и еще там на пробу дали вот пробники. С чем тут? А, это кокос, клубника в шоколаде. Попробую как раз, может, еще раз другую закажу. Я раньше заказала киви банан. Так, это шоколад, кокос. И, по-моему, это печеньки, со вкусом печенья. Банка эта. Да, банановая. В общем, это банка, и 4 пробника стоили 50 евро, ой, 59 евро на Эбэй заказывали. На Амазоне раньше брала, но там дороже, там 62, по-моему, от 62 начинаем. Так, у меня опять импровизированный мой обед-ужин. Здесь у меня лучок поджаренный, и сейчас я добавлю сюда овощи, замороженные, к сожалению. Свежих нет. А, ну, есть у меня кабачок, но не некогда, не надо. Быстро-быстро. Давай ему кусочек корочки, он сед грызет. Надо? Езжи ручку. Нет? Напить. Напить. Учимся пить. Что-то получается, но не очень, да? Но через раз, да? Ну, балуется. На, сам держи. На, держи. Ой, спит только вот рядом со мной. Ева пришла, поразбудила нас. Поэтому мы сейчас быстро-быстро готовим и идем гулять, да? Да, гули-гули пойдем. Так, в общем, я добавила сюда брокколи замороженную. И вот такая у меня слизь была с мяса. Ой, с маслицем. Овощи тоже какие-то и масло. И сейчас он уже возьмет. И добавлю еще бобы. Я их вчера замочила. У меня целый день отмачивались. Потом я их промыла и положила в холодильник. Они уже можно и кушать даже. Я уже вот их ем. Они уже, может сказать, готовы. И я их добавлю сюда, чтобы они здесь вместе с моими овощами тушились. Это, в общем, у меня такой очень полезный белковый обед. Обед. Курцию буду жарить уже завтра, потому что я купила. А сегодня вот так вот. У меня там еще рыбка есть чуть-чуть. Так что я все посолю, поперчу, добавлю какие-то специи под крышечку. И все. И оно будет у меня готовиться. Кстати, почему я сказала, что обед и ужин? Потому что в последнее время почему-то у меня получается кушать только на завтрак. И типа потом, да, обед-ужин где-то у меня там в 5 часов. Но сегодня еще позже, уже без 10 и 6. В общем, сейчас у меня приготовится. Я покушаю и потом пойду гулять с Мишей. А потом приду домой. Возможно, выпью кофе. Так я еще его не выпила, потому что я с Мишей там лежала. Вот. И что, протеиновый стакан я выпиваю на ночь. Вот. Сегодня встала на весы. Прям такая довольная. В общем, у меня вес очень хорошо упал. Вернее, перед отпуском он у меня хорошо упал. Я весила уже 59 200. И сейчас вернулась с отпуска. В общем, у меня вес тот же самый. Вот. Это не может не радовать. И как бы вес идет вниз. Но я ни в коем случае не пропагандирую двухразовое питание. Просто у меня так пока получается. Вот. Так-то я, конечно, за трехразовое питание. Не за двух. Но еще сейчас опять жара у нас началась. У нас сегодня 30 градусов. В общем, кушать, конечно же, не хочется. Ой. Там у меня бобы пробовала. Вылетел. Ну, вот. И что? Что я хотела? Кушать не хочется. Жарко. В общем, я забыла, что хотела сказать. Мишка там у меня это. Сбил меня с мысли. Ладно, все. Я решила добавить еще сюда сливки. Какие приправы здесь у меня? Здесь у меня сладкий перец, карри, соль. От чесночка. Мы прибавляем еще немножко чеснока добавлю. Потом соли совсем мало. Добавила чуть-чуть соевого соуса. И добавила еще соус терияки. И сливки. Не знаю. Там стоит баночка одна. Она уже 14-го числа заканчивается. А я ее не израсходую. Поэтому сейчас потушится в сливках чуть-чуть. И все. И будем кушать. Я добавила еще 2 чайных ложки крахмала. И видите, у меня соус такой загустел. Вот так вот я добавляла. И сразу вот так вот мешала венчиком. И все. И будет такой, знаете, как соус. Сливочный соус. Я думаю, будет очень-очень вкусно. Все. Сейчас буду кушать. И бегом с Мишкой на улицу. Он психует. Хочет как будто бы спать. Но ладно, просунь потом. Ням-ням. Да? Конечно. Ням-ням. Мишка пробу снял. Ну, я ему дала попробовать этот. Боб. Бобы и боб. Не знаю. В общем, очень вкусненько получилось. Такой типа веганский ужин у нас. Сейчас я быстренько съедаю все это. И здесь у меня еще салатик. Просто огурчик один. Немножечко травки. Кунжутчик. Масло оливковое. Масло базилика. И чуть-чуть сольки. Мишка наяривает огурцы у меня еще. Но я ему еще здесь что-то подаю. Да? И пойдем гулять уже. Да? Чистый ладун мой. Как Миша говорит пока? Пока-пока. 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 Ням-ням надо давать. Хорошо. Давай ням-ням будет. Ну, еще все. Сейчас прибегут. Мишка, смотри на маму. Как все интересно, да? Так интересно. Блин, что же мы не взяли? Вот мама-то твоя, да? Мы дома гуляли мы два часа. Два часа. Сейчас уже девятый час. Мишка у меня не спал на улице. Мы там, ну, общалась там с девчонками во дворе. Девчонками. Девчонка и ее мамой. Ева там гуляла, там тоже бегала, прыгала. Мишка у меня не спал. Он смотрел на маленькую лялю и играл. Он там вставил кусочек. У них там много-много всяких игрушек во дворе все время. Я его посадила. Он там чуть-чуть поиграл. Но потом, когда дети залезали туда в эту палатку, да, он сразу же это, начинал ругаться. Надо было нам с Латвии. С Латвии такая штука была. Тоже паровозик с этими шариками. Надо подумать, может, тоже запасать. О, пчела точно. Блин, ей надо сейчас ее убить, выгнать. Хотела про сон рассказать. Не нашла. Это не пчела, это большая муха такая лохматая. Я не знаю, как она залетела. В общем, хотела про сон рассказать мечтами. Может, три дня спим по два раза. Так у нас стабильно три сна было. Иногда даже четыре, когда были в поездке. В общем, поспать он любит. Но сейчас спим по два сна. Но один сон у него прям большой. Бывает и три часа. Но, конечно же, я продлеваю грудью. И сейчас он у меня спать ложится где-то в девять. Сегодня спал до девяти утра. Девять полдесятого. Потом просыпается где-то в восемь. В восемь. Сегодня в девять. И потом у него сначала один маленький сон утром. Где-то там час. Но сегодня был два часа утренний. И потом еще два часа дневных. Оттого четыре часа. В общем, где-то четыре часа днем он спит. Так что вот. Но под вечер он начинает конючить и хочет спать. И я такая думаю, если меня в шесть вечера положу, то потом я ему до одиннадцати буду... Ну, он не уснет. И я думала, если захочет на улице спать, тогда положу. Нет. Он там сразу же играть начал. И я такая думаю, ну ладно, пусть играет. Смотрю, сейчас, ну, к восемь вечера уже начал такой... Ну и все, мы пошли домой. Сейчас будет спать ложиться. А я сейчас хочу это... Ты нашла ее? Какая-то... Дай маме, ее надо перебивать током. Не так. Ева, дай. Она перебивает током? Да. Где она? Где она? Где она? Тихо, тихо, тихо. Где она? Там уход уродская. В общем... Я сейчас решила выпить протеинчик вот этот шоколад и кокос. И сейчас попробуем, что он себе представляет. Так, ну что, пробуем шоколад и кокос. Ну, такой неплохой. Но такую большую банку бы я не стала брать, потому что слишком... Ну, приедается шоколад. Слишком притерно. Кое-то ощущение, что я только уже брала. Я брала киви. В общем, только брала. Я помню, что я брала шоколад. Не могла, ждала уже, когда он после закончится, потому что такую большую банку только шоколадная, ну, приедается. В общем, не такой. Один-два раза, но не... Маленькую банку можно брать, но не такую большую, как у меня. Так, все, мы пойдем купаться. И будем ложиться уже спать. Я буду играться. Да, ну хорошо. Всем привет. У нас уже следующий день. На улице темный... Темный, темный... Короче, не могу выкатить. В общем, темень. На улице темень. Сейчас покажу, что там творится. Наверное, сейчас будет гроза. Ну, грозу обещали. Что у нас? У нас ничего. У нас суббота. Мы ничего не делаем. Папа сегодня у нас с утра работает и вечером. И вчера работал с утра и вечером. Мы сейчас сидим дома. Так, погуляли чуть-чуть. Сейчас сидим дома. Вот. Что еще? Что еще? Да больше ничего. Сейчас покажу, что на улице творится. Смотри, сейчас будет гроза. А может и не будет. Но там такая туча темная-темная. Вон там ползет она. Ну, я вот смотрю, она для меня какая-то чернее. И только что такой был порыв ветра. Прям сильный-сильный. Сейчас успокоилась. Видите, как сейчас деревья холышутся. Это еще такой слабенький ветерок. А на самом деле он сильнее. Динарушка моя скачет. Мишка смотрит, да? Как Ева скачет. Три раза получилось. Давай, показывай, как получилось, Мишка. Давай, смотри, только не в него, Ева. Ой, молодец. Он довольный. Слушай, у тебя ударяется назад, Ева. Тебе нужно встать куда-то в другое место. Сюда, а ему туда, чтобы не на него. А этот ждет, хлопает. А ты хорошо играй, прям вообще не успевай снимать. Да. Надо просто ждать, когда вот тут и потом перепрыгивать. Мой обед на сегодня, ну то, что я готовила, да? Тут моя фасолька в сливочном соусе, да? Это импровизированная, с овощами. И курицу сделала, поджарила в соусе терияки. Просто филешки, поперчила немножечко, посолила и добавила соевый, ой, соус терияки и обжарила. И получается очень вкусно. И Еве так сделала, но Еве тут макарошки и чуть-чуть огурчиков. Еве курочки побольше. А у меня так как фасоль туда, ну только уместилась пять кусочков на сковородку, поэтому так по-быстрому. Пришла посылочка с Амазон, очередная, да? Но она быстро пришла, должна была в понедельник прийти, пришла сегодня. В общем, здесь у меня кое-что секретное для Евы на день рождения, показывать не буду. А то он тут бегает, подглядывает. А покажу то, что другое заказала. В общем, заказала вот такой переходник. Сейчас покажу. Давно хотела, и как раз нужна была бесплатная доставка, но он все равно как бы больше, чем 3-4 евро стоит. Он стоит на акции 18 евро. Четыре вот таких круглых окошка, что для меня очень актуально и важно. Ну, это для USB, это уже, знаете, так сопутствующее, но все равно я сюда вставлю эти провода. Мур частенько заряжает там колонку свою, что-то там еще он заряжает, наушники, не помню что. Вот, поэтому как бы очень-очень удобно, потому что везде продаются вот такие две вот этих два входных отверстия и одно круглое. А мне бы наоборот, два круглых и одно вот такое. Я, например, сюда мне вставить вот это, да, чтобы включить, нужно выдергивать все, да. В общем, неудобно. Здесь у меня еще свет горит от лампы, да. И я хочу сделать перестановку. Хочу вот этот вот убрать, тостер, и поставить его вот на это место. Потому что тостером очень часто пользуются, видите, в крошках. Но не я, а муж и Карина, и они вот этот хлебец тащат вот так вот через весь стол сюда. А так он будет здесь, под рукой. Я тем более частенько протираю кофемашину, сразу и тостер. Здесь все вот так вот я буду убирать, крошечки все эти сразу собирать. Поэтому будет небольшая перестановка. Не знаю, когда, но будет. Ну, вот. Сейчас хочу кофе попить. Кофе в паузе у меня. Наконец-то. Не пила я вчера кофе, почему-то забыла. А гулять пошла, и потом спать легла, и все. В общем, кофе буду пить с визальцами. Такой типа ПП у меня перекус. Вот поставила. Очень классно. Еще здесь есть эта кнопка включения-выключения. Вообще идеально. И вот эти вот провода, они все вот там у меня в стороночке. И не будет мешать здесь ничего, не нагреваться. Еще сюда можно... Ну, у меня будет по-другому потом все, да? Но все равно. И этот подключить, и еще сверху что-то, да? В общем, классно. Я довольна. Все. Кто выключил свет? Еще у нас так темно на улице, что свет пришлось включить. Но я люблю, когда вот такая гроза. Только свежий воздух сразу идет прям. Так хорошо. Потому что духота... У нас опять тридцатка. Духота. Мишка у нас вот. Он все время вот около этой поверхности. И это его место. Вот здесь игрушки стоят. Он их скидывает, что-то делает. Вот, конечно, принтер. Он без конца эту крышку хлоп-хлоп-хлоп. Это нехорошо. А так идеальное место для него. Каждый вечер теперь они купаются вместе. Мишке нравится. И Ева с ним играет. Ножку у Евы наверху. Она упала. У нее только бошка. Она боится ее мочить теперь. А Мишка довольна. Иди же бы с ним играть. Тьфу-тьфу-тьфу. Он вообще молодец. Он целый день у меня играет. Он у меня целый день играет. Ходит там по комнате. И находит игрушки. И играет. Прям такая умничка. А ей приходит еще клянчить сладкое. У меня ресницы. Все, нужно снимать. Мне не нравится, как они уже выглядят. Завтра утром буду снимать все. Хочу без ресниц. И выглядит все же отвратительно. Катает колясочку и песенки поет, да? Как Миша поет. Он только что так пел. А я только сейчас. Хватит. Ну да, вот так он поет. Лапка. Я снимаю свои ресницы. Потому что они меня уже бесят. Они торчат в разные стороны. И мне не нравится, когда по три ресницы на одну штуку наклеивают. И, конечно, они потом такие. Мне нравится, когда по одной ресничке на ресничку. Ну, в общем, ладно. И все, я снимаю. У меня есть такой специальный ремовер для снятия ресниц. Я покупала его. Так, вот он. Я его заказывала на Amazon. По-моему, они продаются в Росмане тоже. Мне так казалось. По-моему, там тоже есть. Вот такой, знаете, прозрачный. Такая маленькая баночка. Видите, там совсем-совсем капелюшка. Но мне хватает. Вот такой, видите, такой. Как клей. В общем, все. Теперь надо покупать штуки на этот... На шкаф. Я закрываю шкаф. Ой, ничего себе. Он даже знает, что вот так надо открывать. Он в комнате у меня там уже открывает шкафы. И все достает, да? Ты такой с ладон. А теперь закрой. Закрой. Вот, молодец, умничка. Теперь открой. Умничка, открыл, да? Нужно теперь открыть. Потому что там может брать что-то Евина. Там пазл. Вот эта вот мелочь. В рот набирает. Потом крысит. В общем, опасно. Опасно. Так, ну что. У меня прошло. Даже больше 10 минут. И вот, видите, я снимаю реснички. Ну, достаточно легко. С помощью щеточки, конечно, лучше снимается. Вот, смотрите, я без ресницы и с ресницами. Ну, в принципе, там еще хватает ресничек. Буду маслицу мазать и куплю эту сыворотку, посмотрю. Ладно. Больше не хочу пока. Мне один раз в год наращиваю ресницы все. Потом фу, зачем сделала? Вот так вот надо снимать аккуратненько. И все. И они снимаются. А ты начала руками. Я забыла же. Я же снимала щеточкой. Все легко и просто. Но вот там вот, где камешек, нужно подождать еще. Там дольше. Там потому что столько этого клея трындец. Ну, и, собственно, я с лысыми глазами. Так хорошо мне. Ну, как бы нормально я себя чувствую. Реснички есть, конечно, там. Хватает. Ну, буду теперь за ними ухаживать. Восстанавливать будем, да? Сначала испортили, теперь восстанавливаем. В общем, мы гуляем на улице уже. Как у нас душно? Душь обещают. Да, в малиннике. Мишка в малиннике, да? Миш! В парке у нас тут на площадочке никого нет. Хорошо. В общем, я с лысыми глазами. Мы еще погулять недолго. Часик, наверное, побудем, потому что Карина попросила вещи перевезти ее. И именно она будет перевозить муж-то на работе. И она будет помочь перевезти ее вещи к девочке, где она жить собирается. В общем, еще один маленький стресс для меня. Я не люблю на машине ездить. Вот, вроде как бы на ней легко, но я люблю по городу на своей, на малышке гонять. А там можно в центр ехать. Там все перекопано. Короче, не знаю, как получится. Хотела Мишку на качельке покатать, но там катаются, поэтому даже чуть-чуть прошла, смотрю, там катаются, поэтому не буду даже ему показывать, чтобы не плакал. А я в майке и в юбке. Все, девчонки ушли. Мам посадила его одного, да, Миш? Миш, не признает никого чужих, да? Ева только родственников признает, кто другой рядом, все, сразу это, недовольный. Ей. Ты что такой злой-то, Мишка? Улыбайся, улыбайся. Такой серьезный мальчик, а? Такой серьезный. Давай. Ну, поехала. Всем доброе утро. Следующий день на завтраке. У меня пусто. Пока детей кормлю. Ева, у меня там мамную кашу кушает, ей нравится. Так, у Мишки, что здесь овсянка. Я показывала. Мне попросили показать, что я даю ему за целый день. Ну, вот сегодня покажу. Я буду снимать. Главное мне стараться не забывать, потеряла кашу. Что мы будем кушать на целый день? Вот такая каша. Покупаю в Росмане. Она тут еще с яблоком и манго. Такая, знаете, слегка сладковатая, со вкусом. Каша со вкусом. Я добавляю совсем чуть-чуть соли. Сегодня каша у нас на овсяном молоке, потому что все молоко досталось Евену, кашу. И у меня там молоко убежало, и поэтому не хватило молока. Ну, ладно, это все мелочи. На овсяном молоке. И добавлю еще пюрешку. Это этот фрутоняня. Кстати, видите, он съел вчера целую полбанки. Больше полбанки съел. Но за два приема. И сегодня доедим. Это здесь у нас банан, творог и печенье, что ли. По-моему, вот такая была. Вот, добавила в кашку. Но эта фрутоняня очень вкусная. Ева тут у нас почти доела, да? Кашу. У нее была целая тарелка каши. Я вчера сделала пол тарелки. И она... Миша, через камеру мне тяжело кормить. Она попросила целую тарелку сегодня. Каши. Конечно, когда я сама готовлю, что вкуснее, она помогала маме готовить. Я тебя приучаю к готовке. Да, тут десерт у нее. Это до сюда было. Да, прям целая тарелка была. Да. Любит ребенок манную кашу. Карина у меня тоже любила манную кашу. Эй, мечтатель, там у нас этот дорожная работа и шумит, и он слушает, что там происходит. Я была, а ты любила манную кашу. Все, видите, поел он. Я уберу на руки. Ну, чуть больше половины съел, и все, спать хочет. Остальную половину потом будем доедать после сна. Время обеды уже. А у меня только завтрак. Время 11.20. Мишке первый сон. Но он спит сейчас 30 минут, она скоро проснется. Вообще, с основанной у нас беда какая-то. Я не знаю, что там. То спим, то и не спим. Очень плохо спим. Спим хорошо, только рядом с мамой. В общем, у меня здесь овся на блин, банана нет. Просто вот так вот овся на блин. Паста арахисовая, но она так растеклась. Ее на самом деле не так много, она просто растекается на горячем блине. И сверху творог из Латвии привезла. И черничка, черничка, колубичка, не знаю, кофеек на овся, на молоке, орешки, витаминки. У нас опять жара такая, дома духота. Прям невозможно уже с самого утра. И этот... Ее, пошла гулять на улицу. А мне нужно еще в магазин. И уж начать коржи печь для торта. И вот все время, как у ее в день рождения, все время такая жарища. И мне нужно что-то печь. Это просто ужас какой-то. Ай, смотри, такой сладкий стоит у меня. А, ты поспал? Эти губески, эти губески сладкие. Кашку мы доели сейчас. Козлой у меня, да, злой. Я хожу опять дома в топах, потому в топах и в шортах. У нас дома жара, 30 градусов. И на улице еще больше. Ева гуляет на улице до сих пор. Я пытаюсь поготовить. Надо приготовить, Миша, обязательно сейчас. Потому что папа придет с работы. Ему нужно кушать. Потом опять на работу. Потом надо в магазин, в Росман. Вообще, маме надо готовиться к Евиному дню рождения. Миш, понимаешь? А не тебя вот таскать на ручках. Поспал час десять. И как будто бы хотел дальше, но... И вроде бы я начала укладывать, а он нет. А я не могу лежать с ним без конца с грудью, да? Какой злой. Ой, какой злой Мишка у нас. Он вообще... Отвлекающий маневр, да? Пока мама мясо будет отбивать. Ну, корм, пополам я тут приготовила. И на руках держала. Вот, я хотела тут у меня... В посудомойке по это... Там нет ножей, ничего страшного. Но я сейчас уже пойду его спать укладываю. Так, что я наготовила. Тут у меня свиные отбивные для мужа. Для нас остальных маленькие такие куриные отбивные. Это яйцо я такое маленькое сделала, Анлетик. И картошечку отварила. В общем, хозяюшку. Блин, жалко. Трандец дома тридцать. И стоять у плиты, это просто что-то. Так, для Мишки я приготовила кабачок и брокколи. Ну, больше ничего нет, поэтому и с мясом он будет кушать. Не знаю, попозже, наверное, он только проснулся. Мишка готовит. Ой, ты там готовишь? Да ты моя лапочка. Ладно, чтобы кухня не упала. Ты моя умничка. В общем, у нас везде вставать. Вот так же удобнее, да, Миша? Ты молодец, готовит. Он вот так готовит, да. А Ева кушает, да? У Евы картошечка. Огурчик кушаешь вкусный? Да, огурчик. А теперь огурчик стал кушать. Да, огурчик вкусный бабушкин, домашний. Из Латвии. Так, показывай, что у Мишки будет на обед. Вот у него будет одна брокколина и кабачок. Не знаю, можно было, кажется, два колечка кабачка. Не знаю, даже добавлять, не добавлять. Сейчас жара такая, наверное, не съест. И говядину добавлю, но не целую банку. Вчера, кстати, он съел у меня целую банку цыпленка из России, которая привезла баночку. Ну, тут больше, там было 80 грамм, а здесь 125. Вот я где-то 80 и положу. Ну, так, на глаз. Вот так, вилочка разминаю. И все. Кожурку не сняла с этого, с кабачка. Раньше снимала. А сейчас, думаю, домашний. Так можно, в принципе, оставить. Вид, конечно, цвет не очень хороший, но он у меня очень любит мясо вообще. Он прям мясоед. Поэтому пойдет. Ну, и водичка будет еще. Ее вот и Сид мучается над картошкой. В общем, добавила здесь. Сидела у Евы, картошки и Миши чуть-чуть. Все, давай кушать. Ням-ням-ням. Вообще, ему тут врос с маня. Он тут уже очки себе выбирает. Но он не будет покупать. Ева, мы пришли за другим. Все, пошли. Потом будет обзор, что купили. Мишка спать хочет, психует. Так, что купила я в Нетто? Так, в общем, бананы, молоко, а так колбасу и для торта. В общем, взяла маскарпоне. Мне нужно было маскарпоне. Еще мне нужна была. Забыла, как называется. И Филадельфия еще нужна была. Но этого не было. Рикотта мне нужна была. Я взяла, в общем, что я взяла. Взяла вот такое буду в торт добавлять. Потом такую прослойку сделаю. Это в детский. Потом вот это. Это все вместо этого. Вот это и вот это. И вот это. Это различные эти сливочные сыры. Это будет вместо Филадельфии. И посмотрю, какой из них подойдет по консистенции. В общем, набрала от собой кучу. Так, быстрый обзор, что купила в этом. В ростном, в общем, салфетки, накладки на грудь, печенье Таева такое есть, пластыри, шоколадки так, чтобы было, супная паста, мишки, зубную щетку, вот такую вот. Так, взяла тушь, телескопик. Тушькопик. Не было давно ее. Она сейчас на акции 20%. 13 евро стоит и минус 20%. На iHerbis 17 евро стоит. Так, это мыло. Туалетная бумага влажная. Это тоже такие вкусняшки. Туалет. Это и губки для вытирания. Взяла себе камень такой, не знаю, насколько хороший. В общем, 2,5. И туалетная бумага побежала. На улицу у меня там Ева с Мишей осталась. Слышу, по-моему, там плачет уже. Вышло все на 43 евро, минус почти 8 евро скидка была. Мы купили 4 пенала, 7 ручек и целую стопку тетради. Да, если начал закупаться на Яндекс.Маркете с кэшбэком от Альфа-банка, остановиться сложно. 10% кэшбэка для всех на Яндекс.Маркете. А если карты нет, закажите бесплатную Альфа-карту в августе и получаете 20% кэшбэка целый месяц. Еще мы дома, дети у меня уже спят. А я видео, если никак не могу закончить видео, и хотела рассказать про питание Мишки. Девушка спрашивала, показать, что мы едим типа в течение дня. У меня не получается записать полноценно, что мы едим в течение дня, потому что он у меня сейчас ест, знаете, очень-очень плохо кушает, потому что жарко. И то ест, то не ест, знаете. В основном у нас с утра это каша, и потом в обед, не в обед, не в обед даже, а как ближе к ужину он кушает у меня мясо с овощами. И в течение дня там я даю ему то, что я сама кушаю, ягодки какие-то, но я не успеваю это снимать, потому что я когда кушаю, он ко мне подползает, я ему что-то даю в рот. У него нет такого, что вот прям вот мы сели и кушаем целыми днями, там завтрак, обед, ужин, нет такого вообще. У него все равно основной прием пищи – это грудь. Если он сильно хочет кушать, то он будет просить больше грудь, чем еду какую-то. Ну а так как бы там я в течение дня еще там могу там хлебушка дать попробовать, или ягодку, или кусочек сыра. Но сейчас он стал очень-очень плохо кушать, я и сама кушаю два раза в день, и он вместе со мной получается тоже кушает два раза в день. Так что вот. Ну я думаю, что постарше он будет, и будет кушать уже получше, и будет у нас немножечко попрохладнее, и будем мы сами кушать попрохладнее, ну как, не два раза, а три раза в день. А пока вот только так. Получается, что он даже иногда эту кашу мы едим за два раза, потом эти овощи мы тоже едим за два раза, и получается четыре приема пищи, но два из них одинаковых, да. Ну и там что-то я кушаю, я там даю ему попробовать. Вот, а так пока у нас, ну вот так вот. Нет у нас такого, что я смотрю, некоторые там прям полноценно, еще такими порциями дети у них едят, но это в основном так едят дети, которые на смеси, а которые молочники на груди. Как у меня Мишка Мамкин, так он вот больше на груди. Я бы не сказала, что он висит на груди, но он хорошо кушает, когда как бы грудь, он хорошо много ест. Так, ладно, это видео я буду уже заканчивать. Следующий влог будет у меня посвящен дню рождения Евы, мы будем отмечать его два дня, и я буду снимать торты, и буду снимать немножечко дом, и сниму, конечно же, я буду отмечать праздник в этом разлетательном комплексе. Всем спасибо, что посмотрели это видео до конца. Как обычно, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. До новых встреч в новых видео. Пока-пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok a year ago. Субтитры сделал DimaTorzok